Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Туманова Любовь Геннадьевна. Я научный сотрудник Мечегорского музея цветного камня имени Владимира Николаевича Дава. Представляю вашему вниманию электронную презентацию «Солёные истории». Чего нужно съесть плод, чтобы узнать человека? Догадались? Правильно, это соль, а её научное название – минерал галит. Галит в переводе с греческого обозначает «соль и море». Минерал галит бесцветный и прозрачный, но чаще всего из-за примесей органических веществ, оксидов железа, он окрашивается в серый, бурый, красный или розовый цвет. Вот здесь вы увидите уникальную крымскую розовую соль. Сегодня мы узнаем, как соль получали в давние времена, как её добывают в наши дни, узнаем о значении соли для всего живого и в том числе для нормальной жизни человека. Иногда, утоляя жажду, люди находили солёный источник и замечали солёный вкус морской воды. Они макали в неё пищу, чувствовали себя бодрее, ощущали прилив новых сил. Кусок соли делался драгоценностью племени. Постепенно женщины научились растирать его в порошок и посыпать ею пищу. В средние века соль ценилась крайне высоко, ведь только с её помощью можно было долго хранить продукты. Солью платили налоги и даже ввели из-за неё войны. В те времена, когда соль ценилась буквально на вес золота, состоятельные люди заказывали солонки лучшим ювелиром из золота и серебра, украшали драгоценными камнями и передавали их по наследству. Но времена меняются. Соль – некогда редкий и очень дорогой товар, теперь стоит очень дёшево. Соль – самая древняя приправа к еде, известная человеку. Без неё не обходится приготовление практически ни одного блюда. Без соли невозможно существование ни одной живой клетки. И в то же время смертельная доза для человека составляет всего 30 грамм, то есть 5 чайных ложек без горки. Вся соль нашей планеты тем или иным образом происходит из Мирового океана. Это пересохшие моря, солёные озёра, лагуны. В среднем в водах Мирового океана растворено 35 грамм солей на каждый литр воды. Это 5 чайных ложек без горки. Уже более 4000 лет именно из морской воды люди получают соль. Первыми добывать соль из морской воды начали обитатели сухих и тёплых стран Средиземноморья. Шумеры держали в морском заливе брёвна, потом вытаскивали на берег, высушивали на солнце и счищали драгоценные кристаллы соли. Не в промышленных масштабах соль так добывается до сих пор. Месторождения соли многочисленные. Существует два вида основных природных хранилищ соли – древние и современные. К древним относятся осадочные месторождения, образовавшиеся много миллионов лет назад. Они представляют собой огромные залежи в виде пластов и куполов. Вот так выглядит добыча соли в соляных шахтах древних месторождений. Ну не чудо ли разноцветная соляная шахта Верхнекамского месторождения? Современные соляные месторождения – это солёные озёра и морские бассейны, заливы, лагуны, в которых осаждение солей началось сравнительно недавно и продолжается до сих пор. Это озеро – самое солёное озеро в России – Баскунчак, русское мёртвое море, так его называют. Самая несолёная вода – в финском заливе Балтийского моря. Самая солёная – в Красном море. В Мёртвом море вода такая солёная, что там невозможно никакая жизнь. В нём нет ни рыб, ни морских животных. Зато вода там настолько плотная, что держаться на ней может даже человек, который совершенно не умеет плавать. В Южной Америке есть боливийское чудо – Солончак-Куини. Это высохшее солёное озеро на юге пустынной равнины. Во время сезона дождей Солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность. Почему вода в море солёная? Этим вопросом люди заинтересовались ещё в давние времена. Многие учёные считают, что вода в морях и океанах изначально была солёная. Первый океан наполнялся кислотными дождями в результате извержения вулканом в самом начале жизни нашей планеты. Эти кислоты разъедали горные породы. И в результате этих реакций и образовалась та солёная вода, которая наполняет современный мировой океан. Самое удивительное – это то, что частичка солёного океана живёт в каждом живом существе на планете. Наша кровь солёная и наши слёзы тоже солёные. Значение соли как древнейшего лечебного средства трудно переоценить. Ингаляция соляного раствора приносит облегчение при простуде и гриппе. Полоскание горла и промывание носа раствором соли и соды не только помогает при ангине, но и делает дыхание свежим. Соль – универсальное средство от гололёда. Соль – лучший консервант. Заготавливаем прок и мясо, и рыбу, и овощи. Кажется, все тайны соли раскрыли. Теперь, в каком бы обличье ни появилась соль, истолчённый в порошок, сверкающим кристаллом, вам сразу станет ясно, что это съедобный камень, легко растворяющийся в воде. Привет! Меня зовут Ольга. Я работаю в экологической библиотеке, ведущим библиотекарем. И сейчас, в продолжении темы о соли, я хочу показать несколько экспериментов и опытов, которые наглядно покажут различные свойства этого минерала. Итак, опыт первый. На самом деле, на планете Земля не так уж и много минералов, которые легко растворяются в воде. И сейчас мы вам демонстрируем такое свойство соли, как растворение в воде. Мы выяснили, что соль растворяется. А теперь посмотрим, испаряется ли она. Берём солёную воду и нагреваем её. Обращаю внимание, что данный эксперимент детям нужно проводить в присутствии взрослых. В ходе эксперимента мы выяснили, что вода при нагревании испарилась, а соль, которая в ней была растворена, осталась на ложке в виде белого осадка. Если его попробовать, то на вкус он солёный. Это соль. Итак, мы делаем вывод, что соль не испаряется вместе с водой. Этот эксперимент покажет, что соль подвержена кристаллизации. Для этого нам нужна соль, обычная вода и вот такая вот фигурка, сделанная из подручных материалов. Добавляем в воду соль. Соли нужно добавлять столько, чтобы она перестала растворяться. После этого мы помещаем в ёмкость с солёной водой нашу фигурку и оставляем на несколько дней. Через несколько дней мы наблюдаем, что на нашей снежинке образовались кристаллы. И вывод из этого эксперимента – соль подвержена кристаллизации. А следующий эксперимент мы проведём для того, чтобы выяснить, делает ли соль жидкость плотнее. Для этого нам понадобится всё та же соль, обычная вода и сырое яйцо. Итак, берём яйцо и опускаем его в воду. А теперь постепенно добавляем в воду соль. И что мы наблюдаем? Что яйцо всплывает на поверхность. Эффект мёртвого моря. Из этого эксперимента мы делаем вывод. Плотность солёной воды гораздо больше, чем плотность пресной. Соль не только интересный материал для опытов и наблюдений, но и для творчества. И сейчас мы вам покажем технику рисования на соли. Для этого нужно нарисовать простым карандашом рисунок, который вы захотите. Теперь мы берём клей и наносим на наш основной рисунок. Мы закончили работу с клеем, приступаем к работе с солью. Плотным слоем соли покрываем наш рисунок. После того, как мы справились, соль полностью покрыла наш рисунок, мы немножко его утрамбовываем. Высыпаем остатки в ёмкость с солью. Я высыпаю. Можно подождать, чтобы соль немножко подсохла, и потом наносить краску на рисунок. Вот такой вот оригинальный цветик, семицветик у нас получился. Создание поделок из солёного теста открывает новые возможности для полёта вашей фантазии. Солёное тесто – очень доступный материал. Для изготовления самого простого рецепта каждый найдёт у себя на кухне воду, 200 грамм муки и 200 грамм соли. Лучше использовать мелкую соль экстра. Тесто не должно липнуть к рукам и не должно трескаться. Итак, дорогие друзья, творите и экспериментируйте. Желаем вам удачи! Субтитры создавал DimaTorzok